Что касается Гомсельмаша, значит это поручение Турчину, это подключайте правительство, немедленно разбирайтесь, Гомсельмаш есть, был и будет всегда в стране. Вы уже в этом убедились. Это тогда 20-25 лет назад меня убеждали, а там не надо комбайна, ничего не надо, и Гомсельмаш надо продать. Сегодня мы видим, что это хорошая школа, сегодня мы, я так надеюсь, увидим новый комбайн, буквально за год созданный или за два поручения было на Гомсельмаш. Это группа хорошая, ученых, конструкторов, ни в коем случае нельзя загубить эту школу, и техника эта нужна. Но шевелиться надо, новый директор, собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о Гомсельмаше в отрицательном плане. Александр Игоревич, ну вот за полгода, я вам хочу сказать, по Гомсельмашу мы ситуацию выправили. Вот буквально у нас уже экспорт больше 100%, у нас вся ручка по уровню прошлого года, мы разобрались с этими запасами. Поэтому проблемы, конечно, есть, и, конечно, будем вас просить, мы сейчас делаем финансовый лудит предприятия, какие перспективы ставим задачи, но, конечно, нам надо будет с вами потом обсудить стратегию развития этого предприятия. Нет вопросов, давайте обсудим, но это твоя вина. Я тебе говорил, что там надо приводить к власти на этом предприятии молодежь, а ты меня все время убеждал, что, ай, замены нет. Оказывается, пришли люди новые, молодые ребята и сдвиги пошли.